мы планировали поснимать сколько 20 минут прошло сколько четыре часа пол восьмого ребята каждая теория должна подкрепляться практика ждем вас на бездорожье и так следующий урок как копить новичку органы управления квадроциклом все не присаживайтесь на операторское место управления сложной техникой в принципе на всех квадроциклах они расположены примерно одинаково все запуски к мы находятся на левой липсе так названная левая часть руля соответственно вот есть вот такой блок то есть чтобы за все квадроциклы первым и безусловно ставим ногу на тормоз этого начинаю дальше поворачиваем ключ до первого положения ждем пока прогрузится панель слышали этот звук это бензонасос накачал магистраль топлива квадрик готов к запуску данном случае здесь имеется такой блок да то есть вот вниз нажимаете стрелочка такая вот запуска это не среднее положение это аварийная остановка двигателя то есть если вдруг что-то не происходит нажимайте на эту кнопку заводим первая ошибка подойти на квадрика который сейчас присутствует которую я допустил индикация на панели до передачи приносим ставим в положение паркинг все и легкий нет легкий раз все безопасно да соответственно остановка либо ключом либо аварийная остановка двигателя для чего эта кнопка нужна мало ли что-то произошло заклинило газ и так далее то есть кнопку black цепь разомкнулась куда цикл заглох топлива не поступает дальше он не едет понятно повторяем заводим глушим классически заводим глушим аварийно все так заводится квадрика также он уже глушим следующее упражнение это как это квадроцикле полный привод сам я ничего сложного практически на всех квадроциклах этот приборчик по-простому да находится с правой стороны на правом руле вот сейчас на квадроцикле да у нас есть два hd 4 hd и 4d флок то есть что это значит это допустим когда у вас это задний привод то есть он подключен только так два задних колеса здесь у вас подключается передок здесь он включается все и вот блокировка переднего дифференциала то есть вас колеса одновременно купится это прям на самом лютом где дороже но пользу этим режиму нужно очень аккуратно потому что можно очень легко сорвать привод когда бушером сильно дергать поэтому там когда в самое люто такое бездорожное но благодаря этому режиму квадроцикле едет намного лучше пробуем то есть сейчас у нас задний привод включаем полный привод да пока так соответственно дальше включаем диффлок и нажимаем кнопочку да таким образом у нас сейчас заблокирован перед дифференциал в адрику ехать очень комфортно это у нас задний привод сложного ничего да один из элементов управления квадроциклом это курок газа это тот элемент который очень сильно влияет на безопасность соответственно нажимать его нужно очень аккуратно то есть правильный хват когда вот так вот ставишь и вас где-то вот вот так вот должно быть не вот так вот не вот так вот не вот так вот а вот так вот то есть благодаря вот этому хвату у вас сильно палец уставать не будет если вы когда-то катались на прокатах и неправильно у вас палец стоял замечали что у вас прям он уже там дожимает уже как там чего угодно нет у вас спокойно должна быть рука расслаблена и вот дозируйте когда садитесь на квадроцик просто прожмите его до конца чтобы вы понимали насколько такой большой ход газа да то есть поэтому мы работаем мягко плавно без рывков то есть какой-то там профильки там все понеслись поэтому всегда нажимаем переключили передачу чуть-чуть подгазовали чтобы поняли что передача включилась чтобы не было звука это значит все не надо газ отпускаем то есть еще раз пытаемся в одну передачу чуть-чуть подгазали то все она подключилась и начинаете постепенно прожимать газ в зависимости там от того где вы едете здесь все просто поэтому чем выше кубатура соответственно чем тоньше и тоньше и внимательно нужно работать с газом потому что если у вас пятисотку в этом зная пассажирами она не будет так динамично а если у вас ренегат литровый там вы на половину нажали у вас уже он вот так вот на колесах и уехал без вас про тормоза за рулем ребят здесь что имеется в данном случае господа самым главным элементом управления квадрики это не газ это все-таки тормоз поэтому вы должны понимать где он расположен в каких случаях у нажимать и как его надо нажимать как правило во всех квадроциклах в большинстве да то есть существует ножной тормоз и также присутствует на руле либо слева либо под правой зависимости от моделей в большинстве как правило то есть слева будет расположена ручка на знаке под ногой у меня на квадрике слева и справа мне так проще сделать это кататься глубоко погружаешься на руля лучше тормоз вот соответственно дозировать его тоже нужно очень аккуратно потому что есть я не помню справа это передний тормоз лево это полностью наоборот слева передний тормоз соответственно да то есть если вы нажимаете левый тормоз у вас тормозит передок если вы нажимаете ножной тормоз либо справа у вас тормозят все четыре колеса вот соответственно пользуйтесь грамотно то есть если вы спускаетесь под горку не вздумайте нажать передний тормоз у вас будет эффект кувырка. То же самое, когда вы поднимаетесь в горку, не вздумайте пользоваться тормозом. Как только вы тормозите, вы теряете динамику, у вас будет эффект закидывания. Стоится, там же также с газом и накладно работает. Что еще из такого с тормозом? Старайтесь работать также дозированно, без резких рывков, потому что даже если вы где-то в говнах едете, нажимаете на тормоз, у вас квадрик может стать боком, либо немного повести. Есть еще такое понятие, как не ручник, а транспортировочное положение. Это, в принципе, есть на всех квадриках, когда на ручке тормоза существует такой фиксатор, который блокирует зажатую ручку тормоза. После этого, почему называется транспортировочное положение, вы загрузили рецепт на квадрик, поставили на паркер, и чтобы у вас не было даже вот этих сантиметров движения, зажали ручку, зафиксировали, все у вас отработано. Также приехали, сняли, все у вас тормоз в рабочую половину. Наличие световых приборов и зеркал заднего вида, как ни странно. Соответственно, если на квадрике нету зеркал заднего вида, выезд на ДОП ему запрещен. Правильно-то ощущение? Соответственно, когда здесь у нас становится зеркал заднего вида, и наличие световых приборов, это имеется в виду поворотники, лево-право, да, то есть это ближний-дальний свет, и наличие работы шестоп-сигнала. Это важный элемент в безопасности. Соответственно, теперь как это все работает? Ну, достаточно просто. Лево-право, чтобы отключить, нажимайте вниз просто на себя. Принцип работы он у всех. Если включите квадратику, не хочет, значит, кто-то в заведенном положении. Соответственно, аварийка и индикация на панели, да, то есть здесь у нас габариты, отсутствие света включенного, ближний и дальний. Здесь еще бывает ставят дополнительный светбалку, то есть отдельная кнопка, выносится, как правило, на руле. Едим еще из элементов является эта лебедка, но у нас не все квадратиками оборудованы, кому надо, вот здесь прекрасно, in, low, то есть вот так принять, отдать. Все. Здесь еще бывает один из элементов, это подогрев ручек. Классный элемент, когда это зимой, осенью или ранней весной, то есть это тоже где-то будет отдельная кнопка, вот она, кстати, да, с индикатором, то есть можете, да, можете включить, то есть здесь вот четыре режима, соответственно, от этого, как вашим рукам будет тепло. Все. Еще бывает, это вот такие штучки, кстати, на CF-ке, да ладно, приятно удивлено, то есть это обычный прикуриватель, два USB-входа, вот, бывает на других моделях квадратиков еще сзади, очень удобная штука, допустим, если вы как-то разулись, потому что подключать вы достали насос из кофра, сзади ватру идти в прикуриватель, ватку музыка, накачали кyttки, поехали дальше. В принципе, как бы из органов управления, наверное, все. Дальше переходим к панели. Тепломный привод и сразу L-ечку. Все, после этого, так далее. Если вы введете какую-то грузь и у второго стыхания пассажира, господа, не ленитесь, катайтесь на Элке. Ваш шемень проживет намного дольше. Правильно « Volki»liche структура. Так, дальше продолжаем про панели. Здесь самая, наверное, главная индикация, за которую нужно всегда смотреть, это температура. Потому что многие этот момент забывают, потому что квадрик рубится в грязи, радиатор забивается и температура растет. Дальше у нас Total, Clean движка, все весело. Вторая индикация, за которую нужно смотреть, это, наверное, правильно, так называемый, у многих называют Check, Check, Engine, там, это который BMW-шники больше всего боятся этого знака, да, но вот уже на квадрике, это недостаток давления масла. Загорается, как правило, только значок мешка, то есть либо красная кнопочка, то и лучше оно фиксирует то, что с квадриком не так. То есть, первое, остановиться, остудить, уже дальше принять дальше движение. Следующая индикация важная, это уровень вашего топлива. Соответственно, если вы понимаете, что у вас там одно деление, вы едете в болото там на часа на три, забудьте в этом у квадрика и оставить. Вот, а потом придет какой-то интересный чувак с канистры бенина, заправит, знаете, где он ему едет, пока вы будете ездить в бенину. Вот, такие случаи редкие, но бывали. Вот, соответственно, дальше идет у нас индикация скорости, то есть она покажет, с какой скоростью вы едете, соответственно, вот это время. Ну, дальше здесь в зависимости, вот мы переключаем все остальные, то есть атометры, температуры, ходовые, подсветка даже. Три уровня. Да, три уровня подсветки монохромные. Пять уровней монохромные. Господи, какая прелесть. То есть в любом случае, вы можете настраивать, как вам удобно. В принципе, наверное, ребят, разные квадрики, разные панели, больше индикаций, все проще, красный, интересный. Ну, в моем понимании, должно быть лучше читаться в любую погоду, в разных бликах, тогда ваша панель удачная считает. Вот как бы так. Магвайр, урок начался. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас квадрошкола. В качестве учителя у нас сегодня Ксения, администратор канала, новости квадроциклистов. В виде наших двоечников у нас сегодня Виктор в квадропаркотренде. Квадроблогер Магвай. Мы на задней парте, пока не видит учителя, мы тут пытаемся что-то замутить. Да. Итак, для чего этот сюжет, эта серия роликов? Для того, чтобы объяснить начинающим квадроциклистам или любителям, что такое квадрикс, чем его едят. Отвечаем на ваши вопросы. А есть ли смысл делать вынос, если не катаешь хард? Да. Да. Шнуркеля не обязательно, а вынос, да. Вынос. Ну, я и со шнуркеля не поспорю, но вынос обязательно. Если ты не погружаешься, тебе шнуркеля не нужны. Неизвестно, куда тебя подаведет. Ну, да, но здесь вопрос, в чем, если мы не катаемся к хард, условия есть. Поэтому, если условия хард не соблюдено, шнуркеля нужны. Не, вынос нужен при любом распаде, облегчить жизнь техники, дать ему нормально охлаждаться. То есть, проще говоря, то есть, когда у вас радиатор вынесен на верхнюю часть, он лучше обдувается на скорости, лучше охлаждается, не забивается грязью даже мелко, которую вы летите. Соответственно, квадрик лучше служит, легче охлаждается, дольше служит. Что нужно для соревнований из экипировки? Все. Защита груди, наколенники, мотоботы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ